День Донского поля – это в первую очередь демонстрация нового. И представить этот праздник без опытных образцов пшеницы невозможно. Федеральный Ростовский аграрный научный центр, например, привез на выставку 14 свежих сортов. Четыре из которых сейчас проходят госиспытания, но уже показывают отличный результат по устойчивости к засухе и заморозкам. А это показывает текущий год для нашего региона важнейшие качества. Это те сорта, которые создавал ушедший в прошлом году от нас выдающий селекционер, член-корреспондент, селекционер от Бога – это Анатолий Иванович Горобовец. Конечно же, первостепенную роль в сборе урожая нашего региона играют сорта, которые выращиваются на этих полях. Но немаловажную роль играет техника, которая ухаживает за ними и собирает по итогу. Давайте посмотрим на нее в действии. Вот она, вторая часть выставки, техническая, с двумя сотнями компаний, производителей и продавцов. Первым в поле показательно ушел любимчик прошлой выставки – трактор «Руссельмаша». Обновленная версия 2375 с более мощным двигателем, современным дизайном и производительностью до 12 тысяч гектаров за сезон. Выставка в себя включает два направления – это техника и сорта. Наши сорта технической селекции, наших научных селекционных учреждений. Поэтому по технике все направления – и почвообрабатывающая, и уборочная техника, и посевные комплексы. Здесь можно увидеть и продукцию наших машиностроителей, и импортная. День Донского поля в этом году проводится в непростых условиях. Регион попал сразу в две чрезвычайные ситуации. В мае неожиданно вернулись заморозки и погубили или повредили часть посевов. Теперь аграриев испытывает на прочность бездождевое небо. Губернатор ввел режим ЧАЭС по засухе. А чтобы признать майские заморозки ЧАЭС федерального масштаба, обратился к правительству страны. И в ближайшее время ожидается выделение средств из российского бюджета на компенсационные выплаты. Об этом Василий Голубев рассказал на предуборочном совещании с аграриями, который провел по видеосвязи. В такой ситуации к урожаю нынешнего года, конечно, особое требование. Сегодня дорог каждый колос. Первоочередная задача – провести жатву в оптимальные сроки при минимальных потерях. В этом году сельхозкультуру с учетом гибели посевов предстоит убрать на площади 4,4 миллиона гектар. Губернатор сообщил, что в этом году агропром получит 8 миллиардов 900 миллионов рублей господдержки. На совещании поставлены задачи по повышению плодородия земель, развитию миллиардации, обновлению сельхозтехники, развитию семеноводства. А лучшим работникам АПК вручены областные награды. Алина Цыганкова, Владимир Савилов, Первый Ростовский.